Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала! Меня зовут Светлана и вы на моем канале Сад Света Светланы. Хочу поблагодарить всех своих подписчиков, всех, кто заходит на мой канал. У нас такой сейчас идет энергообмен. Вот мы что-то создаем, хотим поделиться своим опытом, показываем вам. А в ответ получаем такие теплые слова, комментарии очень хорошие, вопросы вы задаете. Подталкивайте нам к созданию новых видео. Спасибо вам огромное. Конечно, мы такой потенциал огромный получаем. И от вас такое вдохновение, что еще раз спасибо вам большое. Друзья, вот я сижу рядом с вот такими необычными вазонами, которых вы не встретите нигде, ни в одном садовом центре, ни в каком супермаркете, нигде в интернете. Это вазоны, которые есть только в нашем саду. Вот здесь у нас три вазончика стоят, разного объема. И еще один вазончик, вот видите, такой интересный, вписывающийся в дизайн нашего сада, в дизайн наших цветников. И, друзья, сейчас мы вам покажем весь процесс создания таких красивых вазонов. Обычно раствор для горшков готовят одна часть цемента марки 500, две части клеевой смеси и три части песка. Но, друзья, вот здесь я отсыпала цемент, так как после того, как готовили такое огромное количество горшков, мешок у нас порвался. Я вот пересыпала уже в другой мешочек цемент у нас марки 400. Мы не знаем, как он себя повел бы, поэтому мы при приготовлении всех наших горшков, в том числе и того, которого будем сейчас вместе с вами делать, Будем использовать такую смесь. Будем использовать две части цемента, одну часть клеевой смеси для плитки универсальная и две части песка. А еще несколько горшков мы делали, вот тот состав, который я назвала, и еще две части я добавляла, у меня была крошка пенопласта. Это для того, чтобы горшки были более легкие. Приступим. Две части песка берем. Обычный песок у нас. Обычный. Обычный. Две части песка. Почему такой состав? Мы просто попробовали, этот состав у нас выдержал, не рассыпался. Так, две части цемента. И одну часть. И сейчас я повторю точно так же. А сколько ты песка насыпала? Два. А цемента? Два. И клеевой одна. Да? Да. Мы вообще говорили, один цемент, два песка, ну ничего, будет крепче. Я добавляла два, потому что одно для того, чтобы уверена, но все горшки стоят нормально. А теперь я повторю. Еще раз делаю. Два песка. Два цемента. Это не полный. Два. И клеевая. Клеевую смесь добавляем для пластичности массы. А в первой горшке мы еще добавляли с тобой ПВА. Да, у тебя было? Ну не было клеевой, просто ПВА добавляли. А потом мы уже докупили вот эту клеевую. Сейчас самое важное, друзья, вот в таком сухом состоянии очень хорошо перемешать, чтобы все ингредиенты все-все-все вместе соединилось в однородную массу. И только после этого добавлять воду. Хорошо, что у нас на даче есть рабочая зона. Или хоз-зона, как мы ее называем. Где можно попачкать, поработать. А вообще, друзья, это как раз та самая работа, которую я делаю сама. Хотя вот этот цементом поначалу Вадик мне помогал. А потом я поняла, что объем не очень большой. Я, в принципе, могу справиться сама. Действительно не очень тяжело. И сначала я думала, что у меня очень будет болеть кисть после такой работы. На удивление, вы знаете, абсолютно нормально. Ну и, собственно, у Вадика освободилось время для других работ. У нас получилось, что мы все делали параллельно. Он делал заборчик, я делала горшки. В общем, а вместе создавали много разных интересных вещей. Так, ну, друзья, вот я все соединила. Так, теперь делаем углубление. Немножко еще песточка внизу есть. Вот самое важное, все соединить вместе. Тогда и смесь не очень сложно вымешивать. Но вымешивать нужно, конечно, ее тщательно, для того, чтобы раствор получился однородный. Вот мы сделали углубление в середине. И теперь будем постепенно добавлять воду. Вообще, на просторах интернета очень много блогеров делают всякие поделки из цемента. Воды добавим, чтобы сухой не мешаешь. Воды, друзья, добавляю на глаз. И, в принципе, многие, у кого я смотрела, кто делает тоже, они делают на глаз. Оно, наверное, один-два раза сделаешь. Уже потом становится понятно, в какой консистенции должен быть раствор. Должен быть он таким, чтобы... Вот, ну, я потом, когда все вымешаю, я покажу. Итак, друзья, смотрите, раствор готов. Вот его должна быть какая консистенция. Смотрите, вот беру я вот такое количество и начинаю его, как бы делать из него лепешку. И вот лепешка, вот она и не влажная, и не выделяется из нее много воды. Но видно, что она влажненькая, видите, вот такая вот, как котлетка. Вот она гнется, видите, вот слегка, чуть-чуть как ломается. Но не жидкая и не сухая. Я не знаю, это иногда на уровне интуиции. Ну вот, действительно, когда, если вы изъявите желание и захотите делать, вы на самом деле поймете, как это, какая она должна быть. Это вот раствор. А вот теперь, смотрите, приготовили мы вот эту конструкцию для того, чтобы сделать горшок. Пластиковое ведро или любое другое. Можно горшок пластиковый, можно металлическую форму, можно тазик. В общем, все, что вот, какие вы видели, я вначале показывала, какие вазоны у нас. Все, что у вас есть под рукой. Обязательно обернуть нужно клеенкой. Сверху мы для того, чтобы наши вазоны были устойчивыми и прочными, мы еще вот эту вот сеточку, видите, сделали, обернули для того, чтобы, но уже наверняка они нам служили не один сезон. И после этого вот такие мы делаем лепешки и начинаем плотненько, вот так вот, как бы, знаете, как вдавливать в эту сеточку вот эти лепешки. Сразу делайте на такой площади, на которой бы у вас и сух горшок, чтобы вы не убирали. Вот так, как вы сделаете, у вас должно 24 часа пройти, и только после этого вы уже сможете с этого места убрать ваш горшочек. Ну и теперь будем все делать по периметру нашего горшочка. Вот так вот вдавливаем. И небольшой я делаю нахлёст, видите, что вот здесь они друг на друга эти лепешечки находили. Почему я делаю именно таким образом? Мне нравится, ну вот как вы видели, горшки, они получаются более объемные, более такая интересная, необычная форма. Обычные плоские, вот как делают, когда в одну форму заливают более жидкий раствор и вставляют туда горшок. Но они получаются ровные, стандартные. А здесь какой-то все-таки природный стиль, креативы. Мне нравится такое впечатление, что горшки, которые мы уже сделали, что им уже лет, наверное, 50, как минимум. В 5. В 5, да. Ой, друзья, у нас был первоначальный опыт, когда мы только захотели делать эти горшки, ну это где-то с месяц назад, да, вот, когда мы... Когда я поняла, что количество растений, которое у меня есть, не вмещается все в мои горшки. И тут мне захотелось, чтобы мои горшки какие-то были другие. Отличались от тех, которые продаются. А, мы поездили еще и по садовым центрам, поискали. Не понравилось нам. То объем не тот, то цвет не тот. В общем, решили... То цена не то. Решили мы, что сделаем это сами. Да, большие горшки, они нереально дорогие, кстати, друзья. Вот. И решили мы, что сделаем сами. Сделали мы сами и приобрели первый свой печальный опыт. Потому что я посмотрела на просторах интернета. Один блогер рассказывал и показывал, как он делал горшки. Делал он их на тазике металлическом. Обмазал его хорошо подсолнечным маслом. Сделал вот так вот, все выложил. А потом легко снял. Ну, друзья, что я вам хочу сказать. Вадик, ты покажешь эти две выворки вдалеке? Вот они стоят, ждут. Отмыть их надо теперь. Для того, чтобы их отмыть. Все, что мы сделали по такой же рекомендации, как рассказывал этот блогер, все мы потом выбивали молотком, для того, чтобы хоть как-то спасти эти выворки. Друзья, ничего не отстало. И Вадик, конечно, мне сразу говорил, не слушай, делай полиэтиленом. Ну, через клеенку я тебе и говорил. Через клеенку, да. Но я же думаю, раз блогер показывает, что у него так все хорошо отстает, значит, нужно маслом промазать, все сделать. В общем, опыт приобрели, решили делать вот так, как я сейчас делаю. Вот как я сделаю, увидите, как оно будет отставать. И все горшки, которые мы делали, все уже мы делали именно так. Обязательно обматывали пластиковая та или металлическая форма этот тазик. Обязательно мы все обматывали клеенкой. И небольшое армирование делали. Небольшое армирование. По-моему, это штукатурная сетка называется по памяти. А вот дело в том, что у нас неоднократно уже кто у нас на канале попадается в кадр, у нас растут каменные розы. В таких горшках тоже они коричневатого цвета. Ну, покажем их. Это мы делали много лет назад. Тоже мне очень понравилось. На каком-то иностранном сайте я увидела, как блогер делает горшки такие. А это называется гипертуф. Там в раствор добавляется торф. Ну, собственно, вот еще добавляется, как я сказала, к цементу, к песку и к клеевой смеси добавляется торф. Обычный, самый-самый дешевый торф. Там самое важное соблюсти пропорции для того, чтобы был крепкий горшочек. И там тоже мы использовали армирование. И эти горшки стоят у нас уже, наверное, лет пять. Единственное, что мы их на зиму заносим под навес. И вот смотрите. Делаю я. Немножко начинает, как бы чуть-чуть подплывает внизу цемент. Это ничего страшного. А, ну форма хорошая получается. Когда переворачиваешь. Когда переворачиваешь, получается чуть-чуть такая развернутая форма. Не такое, как ведро, а как действительно горшочек. И природно, и красиво, и интересно. И даже у меня один горшок немножко такой, как кособокий. Ты сначала сказал, давай исправляйте, а потом мы посмотрели. Очень интересно смотрится. Ну вот, в природном стиле. Замечательно. Вот смотрите, мы проходим. Еще раз повторяюсь. Видите, друзья? Вот я вдавливаю в сеточку, чтобы хорошее сцепление было рукой. И вот так чуть-чуть как бы расплющиваю. Обнимаешь как родного. Да. Ну, красивые вышли. Правда? Красивые. Красивые, красивые. И сейчас мы вот этот закончим уже ряд. А потом верхушку делать будем немножко по-другому. Расскажу сейчас как. Вот эти лепешечки делайте произвольным образом. Ну так я делаю, типа как в шахматном порядке. так красивее будет. Вообще, конечно... Да не только красивее, сцепление так лучше. И сцепление. Между ними. Вот у нас должно получиться так, чтобы вот этот последний ряд он как бы как такой бортик, видите, создал для того, чтобы делать правильное дно. а вот дно сейчас мы будем делать, ну вот это дно, делать не из этого же состава, а будем делать цемент, разводить водой. И он такой должен быть немножко жидковатый. Ну, сейчас все покажем. Вот смотрите, для того, чтобы делать дно, вот раствор должен быть, вот так, наверное, да, будет видно, как густая сметана. Здесь у меня только цемент и вода. Все. Для того, чтобы дно было крепкое, мы делаем только цемент и воду. Ну, делай. Вот такой, видите, должен быть чуть-чуть жидковатый, чтобы заполнить. И вот почему я говорила, чтобы у нас как будто бы бортик должен быть, потому что вот именно вот этот жидкий раствор должны сдерживать вот эти округляшки. Вообще, интересное занятие. Вот это, лепить горшки. Так интересно. Таким слоем делаем, ну, чтобы они были приблизительно, чтобы слой такой был, как и стенки. Даже, наверное, можно немножко и потолще сделать. Ну, тоже дно нужно и потолще. Вот видите, раствор жидковатый, но он не плывет. Он все же остается в рамках. А для того, чтобы дно было ровненьким, мы сейчас дощечку положим и так вот по уровню сделаем. Хотя в некоторых горшках я этого не делала. И если ты ставишь на кору, вот как у меня в цветниках, всегда можно положить какую-нибудь для того, чтобы выровнять. визуально, не знаю, мне кажется, что оно ровно. Ровно получается. Почти ровно. Можно так пройтись, пальчиком подровнять. Палку для дренажа не забудь. Да, да, сейчас я не палочку, я для дренажа использую, друзья, пробку от шампанска. Пробка от шампанска. Вот шикарно. Все. Не буду я даже дощечку. Ну, а вы поняли, да, принцип? Сейчас я покажу. Возьму какую-нибудь дощечку. Ну, это такая дощечка, это как картонка. Ну, а зачем? Это картонка. Ну, хорошо. Кладем картонку, сверху ставим уровень, если хочется все сделать идеально. И прижимаем по уровню. И все. Ну, я и так вижу, что достаточно ровная поверхность. После этого, вот, когда мы все это сделали, оставляем, не трогая горшок наш, до полного высыхания. Ну, вот, смотря какая погода, если стоит жара, то за сутки горшок высыхает. И через сутки будем продолжать его делать. Вот, горшочек наш стоит уже ровно сутки, но ночью шел очень хороший дождь, хотя мы прикрывали, чтобы не попадала влага, все равно я вижу, что еще недостаточно высох мой горшочек. и мы оставляем его еще на сутки. Сейчас я сбрызну его водичкой, сбрызгиваю для того, чтобы не было трещин, чтобы он равномерно высыхал и не трескался. Ну, хотя очень высокая влажность на улице, несмотря на жару, я думаю, что он и не подвескается. Да? Да нет. И можно уже сейчас крышечку вытянем. А у нас есть еще один горшочек, который мы заблаговременно сняли, чтобы видео не растянулось во времени, хотя оно и так растягивается. И мы уже дальше будем продолжать все наши работы на другом таком же горшочке, но к этому мы вернемся. Это остатки цивента. Вот, друзья, высох наш горшок и сейчас я вместе с вами буду его переворачивать. Надеемся, все получится хорошо. Так, о, видите, вот в таком месте, в каком стоял, все, так. Аккуратненько, вот, обратите внимание, видите, вот у нас клееночка, мы ее скотчиком тогда. так, сейчас, что я делаю, вот так вот, тот цемент, который залез и подтек под краешек, я его аккуратно ножу, вот так, обдеру, ну, так, чтобы у нас вот было видно, где пластиковое ведро, вот, видите, вот углубление, вот я даже сразу прохожусь по нему. Когда мы отсоединяли, самое важное, это очень хорошо, вот это все, вот у нас музыкальное сопровождение, у нас здесь дорога недалеко, рядом с нашим участком, самому важное, не торопиться, все сделать хорошо, про, хотела сказать, как продрать, не продрать, прорезать ножом, так, рабочий, рабочий, быстро отупиться, так, да, процесс этот не быстрый, друзья, но если делать несколько горшков сразу, то, конечно, это лучше в один день приложить побольше усилий, вот еще, ну, даже чувствуется, вот, здесь краешек у ведра, ну, собственно, как и у горшков, которые мы делали, у тазика, везде по-любому есть гортик, и вот, цемент, по-любому на него вытечет, но уже показываю долго, но зато вы все будете видеть, как это на самом деле все происходит, чтобы не было таких ситуаций, как вот у меня было, нам нужно добраться, но вот нужно добраться до края ведра, чтобы я его хорошо, вот видите, но тут же самое важное, чтобы я не сильно нагрузку дала вот на вот это, поэтому мне нужно очень хорошо прорезать, не знаю, в реальном времени или все-таки ускорить, что-то страшно, я буду прорезать, все же буду прорезать, лучше не торопиться, в этом месте чуть-чуть, хорошо уже все, в этом месте крепковато, немножко открыть, так как стараться, чуть-чуть, покрывать, что-то вот , Продолжение следует... Продолжение следует... И как его достать? Нет. Сильно легко не будет. Все равно придется аккуратно, но приложить усилия, чтобы вытащить ваш горшочек. Может его перевернуть, вытрусить этот мусор? Ты знаешь, мне в прошлый раз как-то все-таки показалось, что я как-то раз вытянула предыдущий горшок. Сейчас проберем, мы сейчас попробуем перевернуть, а в другом месте... А как я буду? Ты понимаешь, что я... Нет, я говорю, вот этот мусор, если высыпать. Ты же будешь видеть, где у тебя есть, надо ковырять, где не надо. Так, высыпала. О, друзья! Ура! Та-да-дам! Смотрите внимательно. Здесь, конечно, хорошо, что здесь есть ушки, но даже без ушек... Смотрите. Оп! Все. Ведро убрали. Что у нас остается в середине? Целлофан. Да, целлофанчик. Вот мы его убрали. И смотрите, что у нас остается внутри. Вот у нас остается... Вот так это выглядит. И дальше мы будем делать... Обмазку. Обмазку, да. Для обмазывания мы будем брать цемент чистый и воду. Ну, вот я приблизительно понимаю, сколько мне нужно будет на этот горшочек. Если недостаточно будет, мы добавим. Еще раз повторюсь, друзья. Цемент и вода. И раствор этот должен быть жидковатым. Вот, чтобы мне было удобно обмазывать наш горшочек. Цемент, еще раз говорю, у нас марки 400. Ну, рекомендую все марки 500, для того, чтобы вы были уверены, что у вас все будет хорошо с вашим изделием. Ну, мы делали вот сколько горшков, все нормально, крепкие. В общем-то, для обмазывания... Я думаю, что и 400 подойдет. Не надо добавить. Еще добавим. Много воды наливаем. Ну, нет. Там дело в том, что водит. Он должен быть не густой. Потому что сейчас, когда мы будем наносить, вот вы будете видеть, если он будет сильно густой, он и так, кемент, очень быстро впитывает влагу. Вот сейчас будет. Смотрите, консистенция, друзья, должна быть жидкая, жидкая сметана. Вообще, вот жидкая сметана. И теперь мы начинаем обмазывать наш горшок. Для чего мы это делаем? Во-первых, вот видите, сейчас я забыла кое-что. Для того, чтобы обмазать, обязательно цемент внутри нужно очень хорошо увлажнить. Вот, увлажняем. Горшок. Ой, я цемент сказала, да? Ну, цементный горшок надо увлажнить. Тогда будет проще наносить, и сцепление будет лучше. Так вот, друзья, для чего мы будем обмазывать горшок? Видите, мы сделали предварительную всю эту конструкцию. Вот сейчас у нас всякие такие щелочки. Вот здесь даже видно, вот армирование наша сетка. Мы должны сейчас полностью заделать вот эти все щели, и сделать внутри однородный гладкий горшочек, для того, чтобы влага не просачивалась, и он был гораздо крепче. Вот так увлажнили. Если будет плохо ложиться, постоянно нужно увлажнять. Вот видишь, смотри. Вот показывай. Вот он когда, кажется, что он редкий, а когда он начинает покрывать, он такой совсем не редкий. И надо стараться, кисточка, чтобы вот попадал раствор, видите, во все вот, во все щелочки. Вот так вот замазывать. И так обмажем весь горшочек наш. Теперь переворачиваем. И то же самое делаем снаружи. Давайте, помогу. Вот видите, когда смачиваешь поверхность, он очень хорошо ложится. Вот это такой жиденький цементный раствор. И, друзья, знаете, на этом этапе, что очень важно, вот каждый раз, когда вы будете обмазывать, а обмазывать надо 3 раза. Вот мы делали 3 вечера подряд. Помазали и оставляем на сутки. Так вот, после каждой такой обмазки обязательно нужно проходиться и вот так вот, вот эти все швы, чтобы в них не остался раствор. Но это я вам сейчас показала, это мы сделаем после. У того, как оно немножечко подсохнет. Ну, где-то через часик, да, мы это делали. Вот оно чуть-чуть подсохло. И мы проходились, это мы вот один горшок забыли и потом уже продирали. А, получается, тот горшок, как раз который... Который? Будет у нас... Во второй части. Во второй части, друзья, видео. Да-да, вы не ослышались. Это подходит к концу первая часть нашего видео. Как нам говорили, быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается. Вот это как раз тот самый случай. Ну, я думаю, что кому интересно, тот останется и будет досматривать, как мы создаем красоту в нашем саду. Друзья, первая часть видео по созданию необыкновенных, красивых горшков подошла к концу. Если вам нравится наше видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И мы с Вадиком ждем вас во второй части нашего видео, где уже горшки будут приобретать свою истинную красоту и будут уже украшать наш сад. Еще раз, друзья, повторю. Вот эту операцию обмазывания горшков снаружи и внутри мы проделываем три раза. Цементная водичка. Доводим ее до состояния редкой сметаны и кисточкой обмазываем горшок внутри и снаружи. И через час после того, как горшочек у вас подсохнет, не забываем, если вы делали так, как я, не забываем вот эти участки обязательно пройтись и немножечко их вот так вот углубить, для того, чтобы рельеф такой оставался, потому что в процессе вы видите, сглаживаются, а на третий раз вообще уже он может очень сильно сгладиться. Поэтому вы не забывайте это делать. Ну, вам желаю вдохновения во всех ваших делах и увидимся на моем канале. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok